Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня чудо-чудное Малышева, которая улетела к себе домой в Соединенные Штаты Америки. Первый канал ушел в отпуск до сентября. Ей, в общем-то, заняться нечем пока. Денежки капают с клиник, с ее. И она, в общем-то, в США проводит время. Оба сына у нее в США, работают в медицине. Один из них работал прямо в программе «Жить здорово» одно время. Ну, а что бы нет, семейный подряд и тоже улетел в США. Я думаю, что если бы не программа, они бы вообще в США никто не улетел. Ни сыновья, ни она. Ну, то есть, вы понимаете, да, люди призывают, там, скажите, патриоты, живите в России, все, а сами потихоньку перебираются туда. Покупают там виллы, покупают там дома, покупают там все. И чудо-чудное Малышева сыграла, значит, вместе с внуком на рояле. Я о внуке ничего не говорю, это ребенок, поэтому дети это святое. Ну, а Малышевой скажу вот, что она в посте в своем, здесь пост у нее. Она написала, что мало кто понимает, что обучение детей музыки это намного больше, чем просто музыкальное образование. Ритмы учат строить последовательные ряды, а это умение планировать свою жизнь, распределяя как такт за тактом, дело за делом. Мы все видим, что Малыш, безусловно, распределяет очень хорошо, как такт за тактом и дело за делом. Особенно после заявлений о необходимости повышения пенсионного возраста. Она очень хорошо распределяет гранты, выделенные ей от государства в размере нескольких десятков миллионов рублей. Наверное, вот этому учит действительно музыкальное образование. Это также умение трудиться, она говорит, каждый день. То есть это она, сидя в США, выкладывает посты и учит русских людей, как нужно трудиться и видеть красоту мира через музыку. То есть, наверное, мы все по версии Чудо-чудного, мы должны все начать обучаться музыке. Может быть, наша проблема в том, что мы, как Чудо-чудное, не обучались музыке, не ходили в музыку. Я, кстати, закончил музыкальную школу, надо сказать. Но, может быть, мы, как все, но я не по классу фортепиано, гитары. Может быть, надо на фортепиано было учиться, и тогда, понимаете, ну, Чудо-чудное, конечно, здесь в этом смысле, знает, чему учить и как учить. Значит, она говорит, что каждый день важнейшее качество для любого человека. И, конечно, это приобщение к красоте мира, в котором звучит только лишь музыка. Но какие красивые слова можно говорить, когда нет никаких проблем, что поставить на стол детям и, собственно говоря, учить правильно какать, пукать влагалищем и так далее русских людей. А потом уезжать в Америку и наслаждаться красотой музыки и мира. Вы знаете, настолько вот это, мне кажется, двулично, настолько, мне кажется, это вот неприятно, потому что такую ахинею вот втюхивать людям здесь и ехать туда и наслаждаться там красотой мира. А что здесь не наслаждаться? Езжать в деревню в какую-нибудь и наслаждаться там, построить себе домик где-нибудь в деревне, жили в России, все нормально. Все перебираются сюда и ничего. Не знаю. Я когда-то, она пишет, закончила музыкальную школу с отличием. Значит, могу сказать точно, что детские музыкальные школы в России намного порядка выше, чем детское музыкальное образование в США. Здесь таких доступных школ музыкальных, как у нас, нет. Все занятия дорогие, частные с преподавателем. То есть, она подтверждает, что денежки-то приходится выкладывать. Так что, чудо-чудное Малышева, улетев в Америку, не оставляет нас, помнит нас. Это, конечно, мы благодарны ей за это, что она нас помнит, не забывает. В сентябре вернется и с новыми силами начнет нас учить, как правильно какать, писать, пукать и так далее, и так далее. Мы тоже чудо-чудному передаем огромный привет. С вами был Будда Гришна, ребят. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем пока, до встречи.